Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый, как всегда, интересный выпуск, который точно заслуживает лайкосика. Мы сегодня вместе с вами найдем в Паттайе очень интересный пляж. Смотрите, там будем купаться, много купаться. Также мы сегодня отведаем местный супец. Чуть позже поймете, почему он местный и как они подают супы. Еще мы сегодня доберемся до большого супермаркета и, наконец-то, посмотрим цены в больших супермаркетах и, как следует, затаримся. Посетим местный, на минуточку, рынок и будет много всего интересного. Так что прямо сейчас сходу заряжайте лайкосики, подписывайтесь на наши социальные сети, там есть все ссылочки в описании, потому что везде, абсолютно везде, разный контент. Ну и, конечно же, погнали в новый выпуск. Мы тут работаем, занимаемся. К нам пришли ребята, они будут делать нам плитку и у нас индукционка получается, и верхняя комборка не работает. Я сразу написал хозяину, он пришел, посмотрел. Действительно это так. И говорит, окей, говорит, на днях придем к тебе поставим новую. Ну, вот, собственно, пришли. Сейчас будут устанавливать. Мы, получается, какие-то вредные арендаторы. В общем, теперь у нас здесь дыра. Не, ну а что, тысяча баксов на дороге не валяются. Мне кажется, если не за счеты, нужно их устранять. Это и есть обратная связь, за которую я всегда топлю. Если что-то не нравится, нужно взять и сказать про это собственнику. Пусть исправляет. И так будет выстроены правильные коммуникации. Ну вот, буквально пару часов, и у нас есть новая плитка. У нас тут терраса в деле. Я пока все закрываю, отключаю. Настенка вот уже ходит с Мирошкой там. Блин, какой вид прекрасный, а? Ладно, идем на закат и ужинать на рынок. Ужинать на рынок. Вообще, здесь в Паттае есть местный рынок, где овощи, фрукты. Обязательно доберемся там в ближайшее время. А вот эти вот рынки, на самом деле, это история туристическая. Очень хочется забуриться на местный рынок. Он у нас где-то здесь, по-моему, 3 километра, что ли, от нас. И посмотреть там и ассортимент, и цены. Пока на Сенку в магазине. У меня Макс сейчас посмотрим, сколько дадут. Дал 120 баксов. Почему так снимаю? Потому что я не разрешаю снимать. У них вон табличка. Нельзя снимать, строгие очень. Смотри, стоящий. Мы будем делать бизнес. Сейчас мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки. Мы купим себе тапки. Так, ладно, на самом деле... Носенка даже не знала, что я сейчас делаю. Получается, что вот мне дали 4 110 бат. Достаточно выгодно. Другой вопрос, где взять баксы. Это уже другая история. Поэтому, если, конечно, у вас есть большая котлета, и вы едете отдыхать, то, конечно, да, взяли баксы, здесь поменяли. Да, пойдем, пойдем. А вот если у вас с собой нету, и вы просто здесь живете, то тогда, я не знаю, баксы сомнительная история. Если только вы не зарабатываете баксы. Мы тут еще, видите, по пути изучаем новую улицу. Пожалуйста. Просто это огромное-огромное поле гольфа. Вот здесь вот, я так понимаю, какой-то спортзал. А прямо по курсу уже морюшко. Посмотрим, что из себя представляет этот пляж. Пока вот ты заходишь, как бы двигаешься вдоль бетона такого. Граффити. Красивый. Чего? Ну, туда спускаемся, Мироша, да? Вот, а дальше посмотрим, как оно там будет. Ну, минус, конечно, это вот этот спуск. А точнее, потом, это подъем по вот этим многочисленным ступенькам. Здесь он целый, видите, картинная галерея. Аф-аф. Но новый пляж-то посмотреть хочется, да, Мирошка? Аф-аф. Аф-аф, да. Да, видишь, как красиво. Ой. Ну, и добро пожаловать на пляж. Здесь он кафешка. Пляжа-то как такового вообще нет. Но зато у нас был прекрасный закат. Люди купаются. Я вот тоже думаю, может быть, на закате искупнуться. Здесь, кстати, море такое, не такое мутное, как вот у нас. А, возможно, сегодня на везде такое. Мы сегодня не были на нашем пляже. Видите, получается, такая возвышенность? Из возвышенности нужно спускаться. Возможно, когда здесь отлив, будет все по-другому. Будет пляж шире. А пока вот мы идем, видите, вдоль всех кафешек. Но! Но! Вот там уже широкий нормальный пляж. Вообще, как я смотрел по некоторым видосикам на ютубчике, это говорят, типа как а-ля секретный пляж. Типа здесь вот купаться кайфово и хорошая водичка. Но на самом деле водичка прикольная. Ну, здесь вот особенно клевый пляж. Вон, белый песочек, широкий. Надо сюда обязательно прийти покупаться в первой половине дня. Здорово. Ну, очень здорово. И какой сегодня закат. Наконец-то могу вам показывать эти красивые, прекрасные, океанские закаты. Супер, да, парни? Вы купаться не пойдете, да? На закате не хотите купаться? Ну, и зря. Что, Мироша? Ну, конечно, все дороги ведут сюда, на рынок. Здесь все ужинают. Это мы тоже стали здесь ужинать, потому что так получается даже выгодней. Вот наш рынок. Просторный, широкий. Классный. Hello. Вот это у нас ужин. Родик себе выбрал такую порцию. Это курица. У нас три курица. Семка выбрал тоже куриный. Всем по коктейльчику. Витаминный заряд. Носенка гребешки себе взяла. Вкусные хоть были? Да. Если честно, мне больше всего нравятся именно вот эти большие креветки, которые ты брал. Вкуснее. Да, то, что я морепродукты вчера, я думала, ну, как-то не то. Вот эти осьминоги. Я не знаю, я раньше все это очень любила. Сейчас как-то вот равнодушно встал. И вот у нас. Вот красота какая. Гюдзе. Вот так вот. Негружки сейчас мама дать. Да. Ну, давай, я буду пробовать. Давай, слайм. Что это такое? Я тебе вот это дам сюда. Да, дам сюда зайка. Ну, здесь вот сыр в такое дополнение, чтобы ты не почувствовал. Да. Вот это дам. Мы когда-то уже пробовали жареное мороженое, но это все не то, потому что это было в России. Здесь мы пробуем настоящее тайское. Здесь вот столько вот видов. 80 бат стоит. Мирошка выбрал восхейт. А так и ткнул. И говорит, вот это. Как готовится? Куча желатина, мармелада. Выскакивает вот сюда вот чикс. Прикольно. Вот, потом вот так вот. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. А-а-а. Это тебе? Нет. Это какое-то желе. Вы выбрали себе парни? Да, я хочу малина. Как ты сказал, хорошо, я хочу малина. А-а-а. Сейчас я... Так, потом наливается... Это, видимо, йогурт. Или молоко. Или молоко. Это милк? И... О, видите, и все, и начинается жарить. На самом деле это не жарко. Это, видимо, шоковая заморозка. Ой, йогурт. Да, как теперь сынок. Нифига, смотри. Да, и оно сразу замораживается. По сути, а-ля натурпродукты. Ну, если жаление, считай с красителем. Ну, что нам делают нам? А-а-м, забрали вороший. А-а-м. А-а-м, убрали. А-а-м. 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 А-а, он с чем взял? Жале. А, что ты так выбрал? Я вот сейчас перемакала. Ну, слушай, ну, еще прикольно. А-а-м. А-ай, а-ай. Вот так вот раскатывают. Как бетон, вот у Тёмки сравнение, как бетон мажут, а вы мажете, как бетон, Артём говорит, как бетон мажут, ага, и всё, сейчас видимо их в рулончики будут закатывать, Артём, смотри, это его искренне, это твоё, твоё, не смотри, Мироша, это тебе, вкусно будет? Да, да, смотри, Мироша, смотри, Мироша, смотри. Вот это оно примерзает, она-то видимо даже регулирует как-то, ой, ой, Мироша, волной пошла, ой, ой, ну красота. Да, всё, теперь так, хоп, сюда, бэм, бэм, раз, давай, теперь жареное, можно? Вот у него всякие, у него всякие татуировка на руке классная, написано ва, любовь, вот так вот. О, туда ложат печеньку, вот это зря, это упадёт нафиг. Топпинг. А чё, не хочешь топпинг? Ай, понял, всё, окей, Носёнка отказалась от топпинга. Добро пожаловать в новый день и в утро мы отправляемся на пляж. Нам до моря там, до любого вообще пляжа, до набережной Джамкиена идти 6 минут неспешным шагом засекали, проверяли. Сейчас идём на секретный пляж, который чуть ранее показывали. Очень хотим искупаться, накупаться. Это поймут немногие. Там припаркованы байки, чуть дальше машины. А здесь вот, baby, транспорт, да, сынок, пойдём? Вечером здесь был отлив. Смотрите, сейчас прилив. Вот мы вчера здесь... О, здрасте, нормально всё по-русски, молодец. Мы здесь ходили спокойно, а сейчас вот такая история. Прикиньте, вот это да. Ну, днём здесь, конечно, прилично народу. Но, опять-таки, можно легко куда-нибудь долечь. Да, Тёмка? Мы пойдём смотреть свет. Ну, это я не знаю, да, это очень нутная вода. Здесь, кстати, вот этот парусный спорт развит, как этот, как в Геленджике у детишек. Не-не, Родик, не заходим далеко. Родик. Мы уже накупали Мирошку. Я уже даже сплавал далеко. Вот там вода буквально через метров пять уже хорошая, такая чистенькая. А вот возле берега вот то, что есть даже на стенку. Особо-то и не видно, да? Не видно. Ну, в любом случае, это лучше, чем сам пляж Паттайи. Ещё надо на центральный сходить, посмотреть ту атмосферу, да, Родик? Да. И Мирошка накупался. Тёмик, набери, пожалуйста, ему водичку. Ой, красота. Ой, красота. Я бы нырнул, но нет в этом никакого смысла, потому что вода мутная, ничем мы не увидим. Ни рыбок, ни подводный мир. Поэтому, конечно, кто впервые прилетает в Тайчики, выбирает Паттайю. Ну, так себе. Я не уверен, что будет вау. Правильность вам говорит. Для релокации нормально. А вот для отдыха лучше всё-таки действительно острова. Всё, пора на обед. Накупались и двигаем в путь. Мы возле дома присмотрели кафешку. Хотим сейчас туда зайти, потому что думали вообще сначала суп сварить. Потом поняли, что у нас картохи нету, морковки нету. А до рынка ещё несколько часов до открытия. Поэтому зайдём, купим супец. Ну, и заодно посмотрим, что за кафешка. Правда, Носёнка ещё не знает, будем ли мы там сидеть или всё-таки возьмём с собой и дома поедим. Да, Мирошка? Да. Кстати, как вам этот пляж? Напишите в комментариях ваше мнение. Вот прямо возле дома такое заведение. Мы заказали супы и возьмём их с собой. Единственное, что ценники, конечно, мы заказали, нам сейчас принесут. Не переживай. Позиции даже дороже, чем на рынке. Да-да. Это супы. Сейчас покажу. То есть супы они наливают в пакетах и вообще везде в магазинах, на рынках можно увидеть, что продаются вот такие вот кулёчки. Это с морепродуктами рисовый, но однозначно сейчас будем переливать. Папочка, я видел человека, он вот так вот распутил этот пакет, взял его аккуратно, вот туда вот вон воткнул трубочку и пил его просто. Наверное, у него не суп, а просто бульон. Вообще, конечно, порция достаточно приличная. Даже в супе была мидия вот прямо с этой, с ракушкой. Вообще вкусненько. Достаточно такой, ну, насыщенный. В супе креветки и калимары и маленькие такие осьминожки. Прикольно. Но много риса. Я бы половину риса бы точно брал. Ну, действительно, чтобы было бить шок. Посмотрите, какой прекрасный закат за моей спиной. Ой, эти закаты океанские, невероятная красота. А мы выдвинулись до супермаркета такого большого магазина, где можно купить хотя бы макароны и незамороженную курицу. Там же по пути, точнее, не по пути, чуть дальше будет. Рынок Портамар Тартак называется. Никак не могу выучить название. О, топливо, смотрите. 49 бат получается, стоит 95-й. 48, 91-й. Родик, не трогай, пожалуйста. А это что такое? А это что-то еще такое? Непонятно, что это такое. Цены вот такие. Мы в эту сторону идем вообще впервые. Есть основной список. Нам тут вручили список всего, что здесь можно делать, всякие туры. Смотрите, кстати, стоит какой-то бус, у него крыша вот так вот поднимается. Видите? Прикольно, это чистая такая мобильная кофейня. Оказывается, в этой стороне достаточно прикольно и, знаете, даже очень атмосферно. Почему мы сюда никогда не ходили? Вот, пожалуйста, есть вот такие микромагазины. Через дорогу, кстати, тоже какой-то типа а-ля рыночек такой. Прям-прям на минимал, как знаете. Интересно. Вот, кстати, мойки самообслуживания. И здесь же тайский бокс и качалочка. А вот едет палатка, да, на мойтике. Слушай, прям по-русски написано. Огромный плюс у этой палатки то, что у нее полностью все закрыто и пыль не попадает. Лежат они на коробочках таких специальных, чтобы не соприкасаться, да, не там, не там. То есть как отдельно порционные штучки, удобно, очень хорошо. Да, да, да. Прикольно. Это мы, кстати, вышли вот на такую улицу прям оживленную, где вот ездят машины. Не знаю, как она называется. Да, это, в принципе, наверное, и не важно. И вот еще раз про аренду хочу сказать. Если у вас есть желание, время искать на местности, то, мне кажется, это самый выгодный будет вариант. Ходить вот в эти... В кондо заходишь, и там висят объявления. Но я уже показывал, как это все выглядит. Та улица была, оказывается, не совсем оживленная. А вот эта уже оживленная. Даже очень. Две полосы в одну сторону. Даже три полосы в одну сторону. Три в другую. Вот это да. Вот тут движуха. Мы идем здесь. Смотрите, небоскребы. Роскошные Кондо. А справа просто жесть. Люди живут в каких-то непонятных бараках. У них вот так вот, видите, все обмотано. Здесь еще и что-то продают. Еще типа, видимо, какие-то кафешки. Здесь воняет просто ужас. Вот она вывеска. Желто-зеленая. Фудмарт. Супермаркет. Вот нам сюда и нужно. Здесь огромная, в принципе, парковка есть. Вот там на тачке, на мотике может приехать. Сейчас дорогу перейдем. Где-то там переход. И пойдем посмотрим, что этот магазин из себя представляет. Пытаемся перейти дорогу. Я уверен, у нас это получится сделать. Перед заходом в магазин сначала снимем денежки. Снимаем мы, я уже говорил, по карте UnionPay. Это, кстати, банкомат вообще не написал никакую комиссию. Сейчас интересно, сейчас чек выдаст. Посмотрим, была ли комиссия. Вообще по пятаку всегда снимаем, чтобы много налика не было. Не нужен он. Так. И что здесь? А, нет, вот была комиссия. Ну вот, здесь нормальный супермаркет. Есть все. И сразу нам нужно кофе. Здесь есть кофе, вот, пожалуйста, в зернах. Именно, чтобы его перемолоть 325. Ну, разные цены, да? А есть уже, вот, например, где я щупал-то. А, вот, уже молотый. 161 бат, 250 грамм. Ну вот, это то, что надо. Либо вот такой вот можно взять. Я, правда, не пойму, чем они отличаются. Вон какой-то холодильник. Даже есть винегрет. Правда, с волосом внутри. Бе-е-е. Фу, лягушки. Уфу. Здесь огромный выбор хлеба. Есть даже какой-то, смотрите, вот такой вот, вот такой зеленый. Непонятно, что это. Это и хлеб, да. Ну, понятно. Но еще хлеб есть где-то вот. Вот, есть с овсянкой хлеб. Ну, в общем, здесь вот магазин, то, что надо. Единственное, что на него добираться, конечно. Сколько мы шли? Минут 20 шли, да? Ну да, 23 ноября. Ну вот, бери вот такой. Нормально. Ага, так, двигаемся дальше. В общем, как вы понимаете, это на самом деле такой достаточно большой супермаркет. Вот, есть даже готовые тортики. Пожалуйста, можно взять любой по ценам. Ага, молочко всякое. Вот, посуда есть даже, можно купить, сковородки. Ну и, конечно же, макароны. О, где они стоят? Ну да. 44 бат. Ну вот 44 можно взять. Цены на масла. Вот это вот масло точно хорошее. Лурпак называется. Мы его набрали на Шри-Ланке. Вот стоит, правда, 132 бата. А вот есть 174. А вот за 79 это что? Ну это, скорее всего, Слав, не масло. Мы сейчас посмотрим. Это спред, наверное. А мы сейчас посмотрим. Не, Слав, он не может столько стоить. Вот всякие оливковые масла. Кокосовые. 185 литр стоит. Всякие различные варианты, различные производители. Есть также овощи. Но я думаю, это все-таки лучше на рынке взять. Единственное, что работает для сегодня рынок. Вон всякие авокадки есть. Капусточки такие маленькие, молоденькие. Да, Тёмик? Картошка, вот покажу, 59 бат килограмм. Да, из такого, из основного. Это почищенные кокосы здесь. Поскольку бат не видел цену? Так. 33 бада. Нифига себе, это дороже, чем на рынке получается. Нехило. Нарезки. Но я говорю, это лучше, конечно, в любом случае, брать на рынке. Вон. Куча-куча всего. Вот кто любит гречку и без гречки жить не может, пожалуйста. Зеленая гречка, 165 бат. Обычная гречка, 180. Вот. Ферловочка. Это вообще русская продукция полностью. Ну, вот смотрите, есть вареники, пельмени есть, манты есть. То есть, здесь еды много русской. Выбор мяса. Ну, вон, берем фарш говяжий, свиной. 44 бада стоит. Это 200 грамм, здесь 290 грамм. Смешаем, будет полкило. Здесь можно оплачивать по карте. Но мы, учитывая, сняли наличку, отдаем. У нас 2,522 вышло. Затарили, на самом деле, вообще полностью коляску. Сейчас пойдем домой. Будет первая распаковка супермаркета. На несколько завтраков, на пару ужинах. И на пару обидов. У меня на 3. Ну, хотя 6 тысяч на 3. Ну, мне нормально. Но сегодня на рынок уже не пойдем. Купили мороженое. Смотрите. Вот это вот мороженое вообще не сладкое. Представляете? Вообще не сладкое. Прям просто фисташка. Ну, детям понят себе, что-то набрали непонятное. А вот это очень вкусное. Мы просто проходим на скоростат, я переживаю. Да, на рынок не пойдем. Во-первых, уже коляска вся забита, чтобы потом ничего не тащить. И то вон один пакет мы тащим, чтобы Мирошку не тащить. Единственное, что мы не купили картошку, но на рынок уже будет тогда потом. Сходим. Прикинем. Здесь очень темнеет рано. Вот знаете, солнце только падает в океан. Все. И вот мы возвращаемся домой всегда по темноте. Мы, кстати, вот зашли на этот рынок, который просвечивался. И здесь вот вообще просто спокойствие ходят. Местные покупают. И я думаю, что здесь по ценам будет вау. Единственное, что ценники не показывают. Вот десяток по 65. Прикольно? Арбузик вон еще взяли. Взяли... Как она? Маракуйю, мандарины, картошку. Короче, еще кучу всего набрали. Это на 150. Это на 130. Это на 80. Ну, вы поняли. Семья большая. Есть намного. На самом деле очень даже дельный рыночек. Единственное, что мы там не купили, это манго. Здесь манго подороже. А возможно оно даже вкуснее будет. Ну, не знаю. Я ей предложил за 103 килограмма она такая. Но я такой, ну ладно. И так, если вы готовы, давайте приступим. Покажу. На самом деле здесь важно разделить стол вот так вот пополам. Вот это мы купили на рынке. Вот это в магазине. По возможности сейчас пробегусь абсолютно по всем ценам. Капуста. 31 бат. Вот здесь там граммуйки считанные. Креветки 1 килограмм 398. Курица, значит, вышла на 1,7148. Дальше печенье не знаю. Бекон стоит 121 бат. Перец. Штучно. 37. Фарш. За фарш я вам уже говорил. 76. Это свиной. И еще здесь есть упаковка фарша. Ее вон мирошку уже схватил. 44. Точнее вот эта говядина, вот эта свиной. Огромная пачка хлопьев. Дети попросили. Лук мы тоже там уже купили. 15 бат. Брокколи 32. Купили кофе по цене. А, вот 250, да, получается? Или, по-моему, дешевле. А, 250 грамм. Цену? Не помню. Купили хлеб такой нормальный. Значит, купили рыбку. Здесь, значит, в рыбке 150 грамм. 154 бада. Насенка еще взяла авокадо. 58 бат штучка. Масло вы помните, да? Здесь просто цены уже нет. Купили хлопья, паста. В общем, вот этот вот набор нам. А, вот мы, кстати, еще огромную пачку грановы взяли. По цене. Помидорки там еще. Тоже не помню, да? Еще помидорки черрики 53. В общем, друзья мои, вот этот вот набор нам обошелся в 2520 бат. По-моему, так это было. Вот. И, собственно, вот это тоже мы взяли на рынке по ценам. Я уже есть, честно, не помню. Вот арбуз 80. Вот это вышло на 150 пакет. Параху я 65 бат. Да. 55 килограмм. Папайя 60 тоже. Ну, в общем, вот такие цены. Такая корзина у нас получилась. Ну, как и планировали, делаем пасху. Мы креветки разделили на два раза. Ну, тут уж так много, вот сковородки даже не хватает. Мы вот на днях покупали кокосовое молоко. Литровое. 70 бат стоит. Будет сейчас с кокосовым молоком. Ну, и наш холодильник забит. Я, кстати, сходил все-таки, купил манго. Он много. Да. Ну, шикардос, шикардос. Надеюсь, нам этого хватит дня на три. Все, друзья мои, мы будем садиться наслаждаться на вкуснейшую пасту на кокосовом молоке. Ну, вам всего хорошего. До нового выпуска. Пока.